Будущее за ними. В правительстве региона подвели итоги очередного конкурсного отбора кадрового проекта «Команда губернатора». В этом году в состязании принял участие 21 выпускник. Четырем из них удалось попасть в почетную команду главы региона. Комиссия оценивала ребят по результатам профильных предметов ЕГЭ, эссе и самопрезентации. Будут проходить практику, и мы будем осуществлять настальничество над ними здесь, в параде правительства Ивановской области и в департаменте образования. В прошедшем учебном году мы всех участников проекта, которые сегодня здесь присутствуют, кроме четырех новичков, знакомили с основными направлениями работы правительства. Победители получают право на заключение договора с правительством региона о целевом обучении с последующим трудоустройством. Будущих специалистов заранее закрепляют за профильными департаментами. Павел Коньков отметил, проект не эльтруистический. Органы исполнительной власти действительно нуждаются в молодых, но подготовленных кадрах. Мы должны сегодня найти путь привлечения кадров, соответственно, смены поколений внутри собственной системы. То есть фактически брать специалистов со студенческой скамьи и вместе с ними расти внутри самой системы муниципального и государственного учреждения. В конце встречи участники проекта могли задать вопросы губернатору. Как выяснилось, молодых людей интересует многое. Безработица, образование, промышленность, система законотворчества в регионе и туризм. Но больше всего студентов волнует, как стать хорошим чиновником и какие качества для этого необходимы. Прежде всего, я считаю, что у чиновника должна быть определенная психологическая стойкость. Потому что он так или иначе подвергается постоянным атакам с разных сторон. Со стороны своего руководства, со стороны людей. Сейчас в проекте принимают участие 20 студентов, которые получают профильное образование в вузах региона. Кто знает, возможно, именно эти ребята в скором времени будут принимать важнейшие для нашей области решения. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иванова.